всех приветствую на канале сегодня у меня будет сборочка такого самого бюджетного щита за основу будет взят вот такой вот щиток от и корпус модульный пластиковый навесной api 41 на 12 модулей в принципе сказать про него нечего самый обычный самый простой щиток сделан он в россии тут как мы видим соответствует госту написано даже то что он впишется в любой интерьер но я даже не сомневаюсь что это так для всех типов модульных устройств негорючий пластик и также написано то что электрическая безопасность так что тут у нас сбоку ну камера мне не позволяет полностью снять с этой стороны все то же самое давайте посмотрим как он выглядит без коробки вот такой пластиковый бокс самый обыкновенный у меня такие когда-то на работе стояли ну по-моему они даже и стоят так что 12 модуль и у меня будет использоваться в щитке ну правда тут не все один одинаковая такая солянка получится небольшая самый бюджетный вариант для однокомнатной квартиры значит я буду использовать вот такое 32 амперный двухполюсный автомат от тдм далее пойдет узо на ванну там у нас будет ванна и по моему стиральная машина розетка ванны и стиральная машина защищать будет его 16 амперный автомат потом пойдет две группы значит свет и розетки это на комнату и также пойдет свет на коридор но это будет свет коридор ванна и туалет и также пойдет у меня на кухню тоже группа розетки но это будут просто рабочие розетки свет кухни и 25 амперный на духовой шкаф ну там у них ну как там идет и плита электрическая и плюс еще в ней там духовой шкаф ну я думаю что 25 амперного автомата будет достаточно вот такая сборочка хотел я предложить хозяину узм поставить но но дорогое как бы там около 3000 рублей ну и посчитали то что дюжа дорого вот ну и теперь будем все это собирать ну что ж откладываем пока автоматы наши в сторону давайте вскроем что посмотрим что внутри так открываем что смотрим в комплекте идет две шинки нулевая и земляная и также крепеж наших шин и вот такая вот тоже специальная речка можно ее снизу повесить можно сверху так у нас будет щиток вот это получается вверх ну и не знаю я буду наверное делать вот эту вот штуку снизу устанавливать ну и давайте сразу посмотрим какие тут болты в комплекте две пробки два самореза и вот такие болтики для крепления шинок ну конечно вот это вот я бы ну не совсем этому доверял вот этой вот штучки да она очень такая хлипкая но у нас выбора нет щиток бюджетный поэтому за что как говорится купил зато и продал получается будем собирать то что есть но не у всех сейчас позволяет бюджет на шнайдер там допустим или на бб просто последний раз вот я делал в четырехкомнатную квартиру по материалу вышло около ой не соврать вам ты короче без моей скидки 31 тысяча получилось да а со скидкой вышло где-то 26 ну вот примерно вот такой разбег по ценам автоматы в районе 250 рублей там ну есть конечно подешевле провод тоже сейчас не особо дешевый сейчас все все подорожало и ндс подняли еще так что хорошего как говорится мало так ну вот так вот это будет выглядеть и теперь нужно установить наши автоматы на один рейку так значит вот сразу мы защелкиваем потом у нас пойдет автомат защиты на узел так далее пойдет свет кухня розетки кухня потом свет комната розетки комната свет коридор туалет и ванна там даже по моему еще кладовка и на кухню не давайте наверное рядом с кухней это и сделаем вот это будет у нас духовка да там 0 и печка так ну что сказать вот так получилось сейчас начну соединять соединять буду таким образом чтобы вы понимали сюда вот придет фаза с нолем на двухполюсный автомат как на любую квартиру приходит фаза 0 но если у вас новый дом то еще есть заземление в которая приходит вот на такую шинку и что мы делаем пришла фаза и ноль пускаем их 0 мы пускаем на шину а фазу мы пускаем допустим через перемычку на все автомат примерно сейчас я вам покажу как это будет выглядеть решил я все-таки задействовать вот такую еще шину нулевую вот это вот у меня особо не вызывает какого-то такого доверия до 0 сделаю хотя бы более-менее фиксированным а сюда сделаю заземление вот на эту шинку и тут даже я не знаю можно и не крепить в принципе ну ладно и что я хотел я хотел на эту сторону тоже сделать крепление вот такое вот но лучше я сдвинул всю сторону вот так чтобы у меня получилось ну вот здесь вот как бы симметрично для соединения я буду использовать вот такой толстый провод это жила из пвс 5 на 4 сразу же мы сейчас будем зачищать надеваем наконечники вот такого типа у меня нету просто такого обычных наконечников я не купил так что буду использовать для двойного провода я не вижу тут что-то страшное обжимаем наши провода вот так должно получиться но если нет обжимки то там плоскогубцами ну или опаять можно провода так значит 1 и 2 у нас помечены разъемы на автомате то бишь это 1 это 2 это 3 это 4 этот автомат рвет сразу и фазу и 0 так это будет фазный конец и он у нас пойдет сразу же на узо вот таким образом и сузо пойдет на автомат на защиту самого же себя но это уже другим проводом тут мы подгибаем так как нам нужно примерно длину промеряем ну вот примерно наверное чуть-чуть придется откусить совсем чуть-чуть также зачищаем одеваем наконечник и обжимаем заводим кабель в узо и прикручиваем кстати уже видите 25 ампер автомат защиты 16 это для того чтобы узо будет дольше проработала потому что узо у нас срабатывает только на утечке автомат уже на все остальное ну и теперь дальше будем соединять сейчас ноль с шины нужно сначала отсюда бросить ноль на шинку вот буду тоже такой вот использовать проводок сейчас мы его обожмем так прикинем сразу нашу длину но я наверное его просто как-то вот так завернул чтобы был какой-то небольшой запас надеваем наконечник и обжимаем наконечники для того чтобы провода дольше служили можно с ними несколько раз откручивать закручивать а если без наконечника зажать винтом то жилы перебиваются и тогда теряется сечение кабеля ну и вообще неудобно работать вот так вот я соединю на крайне мол тут у нас самое такое большое засветлено отверстие как раз под мой большой такой наконечник за хорошо затягиваем вот и теперь с этой шины мы тоже кидаем на узо но сузо уже пойдет на там потребить вот так вот вот так вот так и подключаем на узу кстати обратите внимание на узу тут нарисовано 1 и 0 вот 1 это фазу туда мы вешаем на 0 ну естественно 0 ну что дальше у нас пойдет сейчас сузо на автомат здесь я уже буду использовать более такой тонкий провод далее я буду использовать для коммутации вот такой кабель он немножко тоньше вот этого я не знаю если это наверное как бы не шестерка да то вот это скорее всего четверочка хотя нет наверное это тоже какая-то только тут просто толще оплетка давайте посмотрим ну да здесь просто толстая толстая такая резина мы будем продолжать дальше обжимаем подсоединяем прикручиваем кстати это потом я еще буду все дополнительно протягивать потому что ну мало ли что может быть где-то не дожму не дотяну так и вот этот конец у нас теперь идет на автомат вот сюда у меня такое уже подобное было видео ну там все на бб собиралась а это именно вот такой самый самый простецкий вариант который можно собрать я даже не скажу вам сколько это будет стоить надо просто посмотреть цены на вот эти вот рейки я просто даже на давненько с ними не работал ничего не покупал не закупал поэтому цену сказать не могу я посмотрю в конце видео наверное просто напишу что сколько стоит вот не буду тратить много времени вам рассказывать так что у нас получается значит это у нас розетка на ванну да и дальше пойдет свет ванна теперь мне нужно будет сейчас кидать перемычки все дальше что идут чем я в принципе и займусь но вы потом уже посмотрите что у меня из всего этого получилось так мне нужно будет час первую перемычку взять с этого узор сделать на этот автомат и пойдем уже ну так вот от одного к другому делать туда-сюда перемычки так друзья мои хочу еще показать один лайфхак да для электриков вот я порой мне вот эти вот синие штуки мешают и мне их нужно удалить но плоскогубцами их не очень удобно удалять смотрите что делает гидора раз и она прям так отлично их выдавляется и вынимаются я порой плоскогубцами пытался так ну имени подминаются чуть-чуть уже не так легко это все вытаскивать тяжело а с гидорой получается глядите вот так вот раз и очень легко вынимается наконечник обжимной ну и нам их нужно сделать несколько штук сейчас я так вот она вот не пошла подогнулась сама вот эта синяя штучка но ничего вытащилась все руки так ну и начнем делать наши перемычки вот у меня получаются вот такие вот гильзы без таких синих штучек они мешают ну правда они конечно не прям сильно сильно мешают ну мне удобнее вот так делать и теперь я сейчас узел возьму фазу ну вот эту приходящую фазу вниз самого узора вот эта серая с нее мы кинем перемычку на автомат и с него уже пойдут у так вот плясать маленькие перемычки так одеваем вот таким образом нашу гильзу обжимаем и теперь два наших конца вставляем в автомат ну как мы видим получается вот такая вот перемычка и прикручиваем это мы фазу пускаем на все наши автоматы ну теперь не останется перекинуть вот так вот на каждый ну и вот что у меня получилось я сделал перемычки сейчас можно не заморачиваться купить готовую такую гребенку шинку и на эту шинку запиндюрить все автоматы но мы не ищем легких путей в принципе вот это вот будет не хуже чем шинка хорошее сечение такой добрый добротный кабель ну и вот вот что у меня получилось единственное что нужно не забыть что 0 мы будем брать на стиральную машину сузо ну и в принципе наверное все что можно сказать по этому щитку до цены я сейчас посмотрю на яндекс маркете вам выложу что почем сколько стоит этот весь щиток полностью собрать точнее не собрать а по материалам там автоматы сам щиток ну за работу я ничего не буду говорить как бы это я сделал все перед вами так что вы видите как это все собирается и проблемы у вас со сборкой возникнуть не должно ну а на этом все всем спасибо за просмотр как всегда до новых видео и до новых встреч не до новых встреч всем пока всем пока ну и вот я собрал наш щиток закрыл крышку вот так вот он выглядит на болты правда пока не закручивал вот такой щиток получился компактный на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 у нас автоматов стоит в одной узор и ну и однофазники вот такая получилась красота кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал всем добра всем пока до новых видео и до новых встреч